Ну что, всем привет! Уже среда сегодня жутко сумбурная, потому что у тебя на выпускной. Мы едем на бесилки. Первая половина дня уже, правда, прошла. Вот, так что сейчас едем. Я такая голодная на самом деле, потому что я только завтракала, не успела ничего сделать. У них был с утра выпускной. Вот, так что сейчас едем, наверное, где-нибудь до 6 там будем беситься. Такой, кстати, большой центр там. Так что, может быть, что-нибудь там поснимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бум! И вот мы опять в машине. Тема счастливец выпросил у меня сахарную вату. Как-то странно не звучит, но сахарная вата, в принципе, не калорийная и не сильно углеводная, потому что там вот в такой штуке, ну, даже чуть меньше ложки сахара, вот, а это очень мало на самом деле. Ну, посмотрите на меня, господи, какой-то грязный. Мы на самом деле только вышли из развлекательного этого бесилочного комплекса. Он, кстати, очень большой и, видимо, новый, потому что мы ни разу тут не были. Вот, и там прям столько всякого напихано. Мне очень, кстати, понравилось и не сильно так, в принципе, дорого. Вот, и можно поесть. Он вообще Рестопарк называется. Вот, и время сейчас полседьмого. Мы сейчас доедем, еле доедем. Он весь уделался в этой патте. Вот, мы сейчас, наверное, к восьми только доедем до дома. Вот такой у нас день, в общем-то, целиком и полностью посвящен выпускному. Теме, он подарили подарочки. Ну, вот, сейчас приедем, покажу, что там ему дали. Так что мы поехали. Льет как из ведра, на самом деле. Ужас. Наконец-то дома. Тема вообще сейчас вот перекусывает, и я его положу сегодня пораньше. Так устали, на самом деле. Я-то вроде ничего не делала, но я все-таки как-то вымоталась эмоционально. Плюс еще, ну, я практически весь день не была дома. То есть, начиная от девяти утра и заканчивая семью-восьмью вечером. Ну, и плюс постоянно вот в такой атмосфере, вечно бегающей за Темой, что он там и как. Хотела вам показать, что вообще им подарили на выпускной. Ну, были чисто такие символические подарки. И, в общем-то, и альбомчик наш. Из подарков это вот такой набор первоклассника и достопримечательности России. В общем-то, они, кстати, в садике очень много изучают достопримечательностей Санкт-Петербурга. И я, в общем-то, вместе с Темой тоже все это повторяю. Я вообще хотела посмотреть, что там внутри. Стаканчик для воды. Это, по-моему, кстати, набор из детского мира. Насколько я могу предположить. Альбом. О, куча тетрадок. Тоже обложки есть, смотрите-ка. Так, значит, есть у нас тут шесть тетрадочек. Обложки. Хорошие, кстати, плотные. Картон. Это у нас что? Ага. О, цветные карандаши. Кстати, Эрик Краузи хорошая фирма. Краски акварельные. И вот тут получаются ручки. Ага. Красная, зеленая, синяя. Зеленые, не знаю. Обычно как бы все эти слоговые разборы делают карандашом. Не знаю. Может быть и надо. Получается два вот таких карандашика. Они черные такие интересные, необычные. Чувствуются они прям прочные такие. Может быть специальные какие-то написаны. Джой какой-то. И линеечка. О, почему 15 сантиметров? Обычно 20. Она маленькая такая. Какая ностальгия. А нет, еще не линеечка. Еще вот кисточка. Пони. Вот, в общем-то, весь набор. Кстати, еще кое-что есть. Вот есть ластик. И точилка. Ластик прям такой весь закрытый. Наверное, хорошо стирает Эрик Краузи все-таки. Вообще, на мой взгляд, очень хороший набор. И главное, самый полезный. И не надо будет тратиться. Ну, как тратиться? Мы уже потратились на эти наборы. Посмотрим, как этот набор будет отличаться от того, что нам скажут на собрании, что нужно. Наверное, нам скажут. Не знаю. Может, сейчас еще не скажут. Где-нибудь в августе это все будет. Надо будет посмотреть. Так, ну и самое интересное, это вот этот вот альбомчик, который нам делали на выпускной. Не буду показывать номер детского сада. Ну и по понятным причинам другие фотографии с другими детками тоже не буду, к сожалению, показывать. Но вот только обложечка. Он такой тут у меня в очках. Такой прям ученый-ученый. Мне альбом понравился. Неплохой такой. Он прям как книжка, такой толстый, глянцевый. И страницы очень толстые. В детстве у меня, конечно, был совершенно другой альбом. И чтобы не быть голословной, вот мой альбом детского сада. Ну, он такой вот раскладывающийся был. И вот я. Вот такая я была. Кстати, если нас сравнить, то мы прям похожи. Так, хоть у меня сила и на исходе, но мне нужно закончить вечернюю рутину. Она у меня в основном состоит из наведения порядка на кухне. Такого легкого, в общем-то. Плюс еще надо будет горячие точки разобрать, где навалено. Но это по ходу дела, когда я буду по квартире ходить. Тогда буду разбирать. Стол еще надо будет привести в порядок. И обязательно вечером я заполняю дневник сахаров. Тоже как вечерняя рутина у меня идет. Так что поехали, не будем терять время, потому что глаза у меня уже слипаются. В этот раз мне, конечно, повезло, потому что нас не было целый день. И кухня не сильно была загромождена. Поэтому удалось убрать ее довольно быстро. Ну и как же не обойтись без ежедневного ритуала, как мытье посуды вручную. На самом деле, когда я покупала посудомойку, я была абсолютно уверена, что мне не придется мыть посуду вручную, как раньше. Но каково же было мое удивление, когда этот процесс никуда не делся. Конечно, посудомойку моют большую часть, но есть куча исключений. Во-первых, сюда, конечно же, относятся сковородки, потому что, например, капсулы ферри, которыми я пользуюсь, очень быстро разъедают алюминиевые заклепки на сковородках. Портится также дно очень быстро. Сюда также относятся красивые чашки. Так как на них очень много рисунков позолота, я все время боюсь, что она слетит в посудомойке. Также сюда можно отнести деревянные доски, какие-то принадлежности с деревянными ручками. Поэтому за весь день копится довольно много такой посуды. И приходится все равно все это промывать вручную, стоя по 10-15 минут. Сегодня, наконец, я также попробовала новые щетки с Алиэкспресс. Они, кстати, очень хорошо справляются с пригоревшими остатками пищи, но, конечно, нужно обращать внимание, чтобы их хорошо чистить от всех этих остатков, а то получается не очень гигиенично. Единственное, что я не могу эти щетки, например, отправить, как икеевскую, помыться в посудомойку, потому что они с деревянными ручками. Поэтому, знаете, если вы хотите красивую посуду на своей кухне, ее придется мыть вручную. Также в составе вечерней рутины у меня протирание плиты. На ежедневной основе ей достаточно уборки влажной тряпочкой. Все хорошо, отлично отходит. Если есть сильно пригоревшие пятна, то мне в помощь меламиновая губка. И также меламиновую губку я использую для своей раковины. А теперь приступаем к заполнению дневника сахаров. К сожалению, именно эта привычка у меня еще не до конца выработалась. Какие-то дни я просто забываю или не лень заполнять этот дневник. По большей части он, конечно, нужен для того, чтобы более грамотно корректировать дозы. Но уже с таким стажем диабета я хорошо помню все дозы. Поэтому очень редко в этом плане пользуюсь дневником. Сейчас это скорее, я бы сказала, обязанность, чтобы предоставлять информацию для нашего врача. Настала очередь к горячих точек, где скапливаются ненужные вещи. Благо, нас толком сегодня днем не было, поэтому вещей немного. Еще вот этот пуфик в коридоре. Тут вот мы пришли, все разбросали. Тоже надо все это сейчас разобрать. Куртки, к сожалению, сейчас валяются где-нибудь попадя, потому что им нет места так вот туда. Да, это надо будет повесить. Штаны мы не стали использовать в тех бессилках. Тоже повесить, куртку повесить. И мои тоже куртки, но это еще с прошлого раза тут висит. Вот, и все пока. И еще одна горячая точка. Это в ванной на стиральной машине. Прямо излюбленное место. И вот, как видите, тут много лишнего. Так, вот это надо будет убрать. Вот это пустое выкинуть. Так-то лучше. Так, ну и уже напоследок хотела поделиться отзывами о книжках, которые я недавно читала и пока продолжаю читать. Стараюсь хотя бы по полчаса в день. Ну вот сегодня это будет уже перед сном у меня. Это вообще книжки из фикс-прайса. По-моему, где-то прошлой зимой они появлялись в фикс-прайсе. Очень много вот книжек по саморазвитию, всего прочего. Они по 99 рублей стоят. Вообще сущие копейки. Так вот, купила вот эту книжку «Семь навыков высокоэффективных людей». Очень много было шикарных отзывов на нее. Я думаю, все, мне нужно ее читать. Буду высокоэффективной. Но на самом деле она меня разочаровала. Как видите, я почти, ну вот ее всю, наверное, прочитала. Здесь остановилась и больше не стала читать, потому что она мне откровенно не понравилась. Главная идея в том, что высокоэффективные люди делают свои дела на основе ценностей. И главный упор в этой книжке сделан на то, как взаимодействовать с людьми, чтобы не нарушать своих принципов, ценностей. Вот честно говоря, я думала, что такое название книги будет предполагать какой-то там тайм-менеджмент или как эффективно расходовать свое время и все прочее. Ну и плюс я не очень много практических навыков отсюда взяла, поэтому не знаю, откуда такие восторженные отзывы. Вот так что вот это такое мое мнение. Я даже ее не дочитала, ну и в общем-то и не собираюсь дочитывать. Плюс еще автор немножко религиозен, и это немножко прослеживается в той части, когда он рассказывает, какие ценности и что нужно ставить во главу угла в своей жизни. Ну как бы вот такие моменты. А сейчас я уже по 10 тысяч раз перечитываю начало, вот потому что я чуть-чуть совсем начала читать, вот эту вот книжку. Здесь написано, конечно, что как победить депрессию без таблеток, но вы не подумайте, у меня особой там депрессии, ничего такого нет. Хотя по тесту, который приведен в этой книжке, у меня умеренная депрессия. Ну не знаю, как это вообще, правда или нет. В первой части очень подробно рассказываются именно практические советы о том, как избежать прокрастинации, как бороться со своими негативными мыслями. Очень интересно и очень практический. То есть тут на каждой странице есть практический совет, как с чем-то бороться, куча способов. И я так понимаю, что можно выбрать любой способ, который вам подойдет из там 20 возможных. И еще одна важная мысль, которая пришла мне с прочтением этой книги. Я вообще раньше не знаю, то ли не задумывалась над этим, то ли действительно этого не знала. То, что человек ценен сам по себе, а не теми успехами, которых он достиг. И в этой книжке еще уделяется значительная часть самоценностей и как вообще бороться с тем, что наши негативные мысли начинают принижать нас, говорить, что ты там вообще ничего не можешь, ничего у тебя не получается. Вот прям очень легко читается и очень много практических советов. Я прям советую, если кто-то ищет именно такой вот, как сказать, поддержки, что ли, потому что мы все сомневаемся, я думаю, в своих способностях, в том, что мы что-то неправильно делаем, потом это все у нас не получается. Вот, поэтому здесь можно найти очень много советов по этому поводу. Но я еще не дочитала. Вот про прокастинацию очень интересно было. Так что на этой ноте я, наверное, буду заканчивать свой влог. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже завтра.